Два часа дня в Одессе. Информационная служба седьмого канала начинает свою работу. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. В Одессе снова взорвали гранату. Сегодня ночью неизвестный бросил боеприпас в районе дома приемов МГУ, более известного как замок Гарри Поттера. Никто не пострадал. Осколки посекли стены, расположенных рядом здания, а также забор, тротуар, а в асфальте осталась небольшая воронка. По словам охранника, на территорию гранату бросили с автостоянки, расположенной неподалеку. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». В момент обхода территории, это было по времени 11, 17-18 минут, услышал, что по проезжей части какой-то объект, ну как шарик железный, скачет. Прогемел хлопок, как крупная петарда. В этот момент я повернулся посмотреть назад, то есть сзади меня все происходило. И уже я увидел саму вспышку и взрыв самого устройства. А сколько по расстоянию летело? По расстоянию, ну вот если найти вот рукоятку Чеки, ну вот там вот находилась, это где-то 28 метров от эпицентра взрыва. Впервые в Одессе все сферы бизнеса объединяются в одну ассоциацию. И все это ради усовершенствования туризма в городе. Уже прошло первое установочное собрание. На нем избрали главу управления и исполнительные органы. Пригласили к ассоциации представители турагентств и туроператоров, гостиниц и ресторанов, санаторий, курортно-оздоровительных комплексов, развлекательных комплексов, объектов культуры, инфраструктурные предприятия и транспортные компании, а также все ассоциации, которые уже на сегодняшний день существуют в Одессе и регионе, для того, чтобы сплотиться и действовать всем вместе во имя развития туризма в регионе. В конференции приняли участие более сотни влиятельных одесситов. Они отмечают, что главная цель создания ассоциации – это продвижение региона на внешнем и внутреннем туристическом рынке, влияние на законодательную базу и обозначение проблемных моментов. Мы надеемся, мы рассчитываем, что консолидация различных отраслей, связанных с туризмом, с инфраструктурой туризма, например, здесь есть представители того же порта морского руководства его, позволят нам легче как между собой решать какие-то вопросы по развитию туристической инфраструктуры Одессы, так и оказывать определенное консолидированное влияние на решение властей в этой отрасли. Чего не хватило городу в этом курортном сезоне, с какими проблемами столкнулись местные предприниматели и как повлияет на развитие туристической сферы новая бизнес-ассоциация – узнаете уже в эту субботу в программе «Итоги с Еленой Крылатовой» в 20.00. Свой день рождения сегодня празднует Одесский политехнический университет. 97 лет назад он открыл двери для студентов. За время своего существования он выпустил 80 тысяч специалистов. Сегодня политех готовит инженеров, экономистов, химиков, физиков. Всего более полусотни специальностей. По данным этого года университет находится на втором месте лучших высших учебных заведений Одесского региона. Во всеукраинском рейтинге на 22 месте. Если бы уровень наших знаний был бы недостаточный, то мы бы не выпускали ежегодно 20-30 студентов, которые получают два диплома, один в Европе. Европейские университеты признают нашу бакалаврскую подготовку, они его берут на магистрскую подготовку с дипломом бакалавра Одесского политехнического университета. В Одессе запустили трехуровневую систему психосоциальной работы с населением. Ее разработали одесские психологи, волонтеры и представители службы по чрезвычайным ситуациям. В рамках программы уже провели два тренинга. Один для военных и второй для переселенцев и волонтеров. Мы создали пилотный вариант программы обучения трехуровневого кризисного обучения. То есть таким образом, чтобы люди могли проходить три уровня, обучаясь все выше и выше, выше и выше степеням сложности определенных психологических приемов, которые помогают корректировать свои собственные состояния. Главная задача программы – научить людей самостоятельно справляться с психологическими последствиями, травмирующих событий и помогать в этом другим. Программа уже дала первые позитивные результаты, поэтому ее создатели надеются на поддержку города, области, а позже и государства в ее распространении. Из клетки на свободу сотрудники зоопарка вернули в природу диких птиц. Среди них конюк, пустельга, чеглок, курганник и ястреб-теревятник. Привыкать к вольной жизни они будут в окрестностях села Большой Дальник. Радость освобождения видела Юлия Федорова. Всех этих птиц спасали и приносили в зоопарк одесситы. В реабилитационном центре их лечили и выкармливали. Теперь самое время вернуть пернатых в естественную среду обитания. Сами сотрудники зоопарка признают, как бы хорошо здесь не кормили, на воле любой птице живется лучше, чем в клетке. Сегодня все эти птицы здоровы и вполне готовы к жизни на природе. Осталось только окольцевать, записать номера в учетную книгу и в дорогу. Орнитологи аккуратно вылавливают птиц с помощью сачка. Чтобы в пути они не поранились, каждый выделяют по коробке. Сегодня сотрудники зоопарка выпустят на свободу 12 хищных птиц. Отправляемся в село Большой Дальник на двух машинах. В этом районе отличная кормовая база для хищных птиц. Есть лесопосадка и огромное поле. В этих местах все эти виды птиц уже освоились. Первым на свободу выпускают степного конюка. Это редкая птица из Красной книги. Мы ее откормили, отпоили и сейчас будем выпускать. Я думаю, что в нем не угасли за время пребывания у нас инстинкты добывания пищи. Это что было санка, это самец. Через считанные секунды эта птица вернется в природу с новыми силами. Здесь ей предстоит учиться добывать пищу и гнездиться самостоятельно. Следующий на очереди конюк обыкновенный. Его еще называют сарыч, хищная птица из семейства ястребиных. Может ящерицу поймать. Но в основном полевки, мыши лесные, разные виды. Это ястреб-теревятник. Очень суровая и шумная птица. И здесь она, судя по всему, будет главной. У нее желтые глаза. Волк птичьего царства. Ну давай. Хорошо, пошел. Видите, он сразу влез. Из коробки достают окрепших птенцов пустельги. В последнее время они все больше селятся в городе. И часто выпадают из гнезд. Еще плохо летает и попадает в руки. И люди звонят, потом приносят. В центр реабилитации они поступают. Где им кормят до летного состояния. А потом выпускаем. Сокол-Чеглок теперь тоже современный городской житель. Травмированных птиц обычно подбирают на французском бульваре и в одесских парках. Всех птиц выпустили в открытое поле, далеко от трассы и жилых домов. Теперь они свободны и легко парят в чистом небе. Здесь для них настоящий рай. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальной странице в Твиттере и соцсетях. Увидимся в 16.00. Хорошего вам дня.